Морковь – один из самых известных и широко употребляемых овощей во всем мире. Человек выращивает это растение уже несколько тысяч лет, а потому вокруг моркови ходит много разных историй и слухов. Например, считается, что она помогает найти любовь и избежать смерти. В некоторых городах даже установлены специальные памятники, посвященные моркови. Но почему этот овощ привлекает столько внимания? И действительно ли он его заслуживает? Ответы на эти и другие вопросы вы получите в сегодняшнем видео. Не переключайтесь! Предположительно, впервые выращивать морковь как культурное растение стали в Афганистане. Там же началась активная селекция, в ходе которой было выведено множество сортов. Морковь не только обладала рядом полезных свойств и приятным вкусом, но и была крайне неприхотлива к условиям выращивания. За счет этого она быстро полюбилась приезжим торговцам, а затем постепенно распространилась по всему миру. Интересно, что корнеплоды дикой моркови чаще всего имеют белую или фиолетовую окраску. Однако домашние сорта, полученные путем долгой селекции, обладают насыщенной рыжей окраской. Лишь некоторые разновидности имеют ярко-желтую, нежно-красную, фиолетовую или белую окраску. Почему мы вообще заговорили о цветах моркови? Дело в том, что от цвета напрямую зависит содержание полезных веществ. Рассмотрим кратко три главных вида. Рыжая. Содержит больше всего бета-каротина, который, попав в наш организм, преобразуется в витамин А. Имеет минимум противопоказаний. Белая. По вкусу практически не отличается от рыжей, но обладает более тонкой кожурой. Содержит много витаминов группы В и пектина, но полностью лишена бета-каротина. Белая морковь отлично подходит тем, у кого аллергия на все рыжие овощи, однако ее не рекомендуется есть при заболеваниях щитовидной железы. Фиолетовая. Выделяется самым ярким, сладким вкусом и сочностью. Данный вид моркови содержит больше всего антоцианов и каротиноидов, которые обладают выраженными антиоксидантными свойствами. Однако по концентрации всех остальных полезных элементов она уступает рыжей моркови. Итак, выбирать сорт моркови стоит, исходя из потребностей организма, наличия заболеваний и доступности. А теперь перейдем к одному из главных вопросов. Почему моркови часто придают целебные и даже без преувеличения волшебные свойства? На самом деле, этот корнеплод действительно имеет очень богатый химический состав. При этом он обладает низкой калорийностью, довольно низкой стоимостью и универсальностью. Неудивительно, что с помощью моркови пытались лечить многие болезни и использовать ее в различного рода обрядах. Давайте подробнее остановимся на полезных веществах, входящих в состав этого всемирно обожаемого овоща. Витамин А, бета- и альфа-каротин. Повышают остроту зрения, помогают избежать развития катаракты и глаукомы. Также витамин А необходим для поддержания здоровья кожи и формирования костной ткани. Витамины группы В. Сюда относятся биотин, передоксин, тиамин, пантотеновая и фолиевая кислоты. Эти полезные вещества обладают выраженным противовоспалительным действием, ускоряют регенерацию тканей, способствуют росту мышечной массы и укреплению сосудов. Витамин С. Аскорбиновая кислота активизирует работу иммунной системы, повышает усвояемость железа и поддерживает здоровье кожи. Витамин К2. Главное его назначение – улучшение свертываемости крови. Кроме того, этот витамин положительно влияет на кровообращение, укрепляет сердечную мышцу и сосуды. Витамин К2 способствует выработке инсулина. Калий. Этот важный минерал выводит излишки жидкости из организма, нормализует сердечные сокращения и артериальное давление. Он также играет огромную роль в работе почек, печени и кишечника. Клетчатка. Сложный углевод, который препятствует развитию сахарного диабета, образованию холестериновых бляшек и ожирения. Клетчатка отлично утоляет голод, помогает обогатить микрофлору кишечника полезными бактериями. Еще морковь, будучи сладким овощем, содержит полезные сахара. Благодаря этому она повышает настроение, снижает уровень стресса и стимулирует работу головного мозга. Но как и в каком количестве лучше есть морковь? В первую очередь стоит развеять миф, что молодой корнеплод содержит больше полезных веществ. Неважно, покупаете вы морковь весной или осенью, химический состав от этого практически не меняется. Употреблять морковку можно практически в любом виде. При этом она является одним из немногих продуктов, которые не теряют своей пользы при термической обработке. Другим таким продуктом считается репчатый лук. Во время варки, например, в моркови почти полностью разрушается витамин С, так как он очень чувствителен к высоким температурам. Однако вместе с этим витамины А и Е заметно лучше усваиваются. Таким образом можно есть морковь разными способами, в зависимости от ваших потребностей. Из видов термической обработки предпочтительными считаются готовка на пару, запекание, варка, тушение, готовка на гриле. Коптить или жарить овощи не рекомендуется, так как в пищу неминуемо попадают канцерогены через дым или масло. Если вы любите есть морковь в сыром виде, лучше всего нарезать ее крупными кусками или не нарезать вообще. Так в процессе пережевывания оказывается нагрузка на десны и улучшается кровообращение. Вследствие этого зубы становятся крепче и здоровее. Также настоятельно рекомендуется есть морковь вместе с кожурой. Последняя содержит уйму полезных веществ. Очистить ее от загрязнения можно, например, жесткой губкой. Если вам не нравится, что кожура плотная, можно попробовать заменить рыжую морковь на белую. Морковный сок тоже можно пить, но только свежевыжатый и без сахара. При этом стоит учитывать, что он содержит меньше полезных веществ, чем полноценный корнеплод. Вдобавок чистый морковный сок нагружает поджелудочную железу и печень, повышает кислотность желудочного сока. Поэтому, если вы хотите пить его регулярно, лучше проконсультироваться с врачом. Ботву моркови тоже можно есть. Более того, она содержит огромное количество полезных веществ. Ее добавляют в салаты, омлеты, соусы, котлеты или оладьи. Если ботва кажется вам слишком горькой, можно предварительно залить ее кипятком. А еще ботву моркови можно нарезать, засушить и использовать для приготовления морковного чая. Он не только вкусный, но и помогает стабилизировать артериальное давление. Также в народной медицине такой напиток часто применяют в борьбе с простатитом, мочекаменной болезнью. Другой несомненный плюс моркови – ее можно сочетать с множеством других продуктов. Это могут быть овощи, мясо, грибы, рыба или различные соусы. Некоторые врачи даже рекомендуют добавлять к сырой моркови небольшое количество растительного масла или сметаны, чтобы повысить усвояемость полезных веществ. Таким образом, у моркови есть ряд полезных свойств. Она препятствует развитию нарушений зрения, ускоряет заживление ран, нормализует обмен веществ, способствует похудению, препятствует образованию отеков, улучшает состояние кожи, волос и ногтей, предотвращает накопление токсинов в организме, укрепляет иммунитет, повышает работоспособность и помогает избавиться от хронической усталости. Разумеется, есть у этого славного овоща и обратная сторона. При чрезмерном употреблении морковь вызывает пожелтение кожи, угрозы здоровью не несет, но выглядит плохо. Поэтому важно есть не больше трех средних морковок в день. Важно учитывать, что этот овощ, как и многие другие, хорошо впитывает в себя вредные вещества. Опасные химические препараты, которыми обрабатывают морковь от вредителей или для быстрого роста, сохраняют свои свойства в течение долгого времени. В итоге такие корнеплоды не только бесполезны, но порой и опасны для нашего с вами организма. Друзья, если вам понравился ролик, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео.